МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарах официально завершился купальный сезон. Служат верно. Так называемая выводка служебных собак прошла в исправительной колонии номер один. Для цивильских ребят учебный год начался на день раньше. Сегодня в городе открыли новую школу. Буквально за полтора года был реализован инновационный проект. Перерезать красную ленту приехал глава республики. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Дом построенный с любовью. Дом просторный и большой. В нем все созданы слоги, чтобы учиться хорошо. Устами первоклассников глаголит истина. Ученикам этой школы могут позавидовать даже столичные дети. Реализовать масштабный проект удалось в рекордные сроки. Еще полтора года назад на этом месте был пустырь. Строительные работы начались в апреле. И вот сейчас подрядчики вручают символический ключ. В школе имени уроженца муниципалитета героя Советского Союза Михаила Силантьева в этом году исполняется 200 лет. Новое здание возвели в стремительно растущем микрорайоне на окраине города. Здесь проживает немало молодых семей, а недавно был открытый детский сад. В первый класс отправится более 180 учеников. Государственная политика президента России Владимира Путина направлена на создание комфортной образовательной среды. Чтобы образовательная среда была доступной для каждого ученика. Воочию видим, за короткий промежуток времени была построена новая современная инновационная школа. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы вместе с вами претворяем в реальную жизнь поставленные задачи президентом Российской Федерации. Цивильская школа была возведена в рамках федерального проекта. На строительство объекта направили более 550 миллионов рублей. Это инвестиция, которая поступает в Чувашскую республику. И у нас более трех школ, четырех открывается ежегодно. Но это не только открыть школу, поставить ее, но самое главное качественно ее построить. На следующий год открываем в Канаше, в Козловском районе и в Волжскую школу, Новый город. 13 детских садов для того, чтобы обеспечить нам дошкольное образование. Чувашия у нас показывает себя очень хорошо, только с хорошей стороны. Все требования необходимые выполнены по соглашениям, которые предусмотрены. С открытием школы в муниципалитете будет решена и проблема второй смены. Тысяча мест по проекту, но просторные классы позволяют принять еще больше детей. Раньше мы учились в другом здании и нам не хватало места. В этом году, в честь, в год юбилея мы перешли в новую школу и мы очень этому рады. Летом я много раз приходил в школу. В первом месяце мы готовились к республиканским играм «Орленок». У нас проходили тренировки в новой школе, разрешили заниматься. И уже за месяц я так привык к этой школе, мне было очень уютно. Размеры и размах школы меня поразили. Очень просторные коридоры, отличные классы, оборудование. Я уверен, что плохо учиться здесь просто будет невозможно. И самое главное, цивильская земля всегда была богата талантами. Нашим детям есть на кого равняться, с кого брать пример. Для этого все у них сегодня есть. В этой школе оборудовали астрономический класс. Звездное небо проецирует на экран. Эффект погружения полный. Сейчас мы выключим солнце, и у нас появятся звезды. Именно эти звезды мы видим сейчас. Можно увидеть их сейчас, в данный момент. Ребят постарше будут обучать и в школьном тире. Огромное спасибо я хочу сказать и главе Северского района, и Михаилу Алексеевичу. Вам особенно. За то, что вы помогаете развивать олимпийский вид спорта – пулевая стрельба, которая в Чувашии на сегодняшний день набирает обороты. Ученики уже начали осваивать цифровые микроскопы и комплекты для начинающих биологов и химиков. Успехов. Химия вообще сегодня востребована. Те специалисты, которые получают уже профессиональное образование, они все востребованы на рынке дружбы. Если классам робототехники никого не удивишь, то своим телеканалом может похвастать не каждая школа. Здесь уже готовят новостные выпуски и программы. Надо учиться и стать хорошим профессиональным журналистом. Писать надо правду, как учителя трудятся, как сварщики работают, как механизаторы в полях работают. На высоте и меры безопасности учеников. За периметром школы следят видеокамеры, на входе рамки металлоискателя и турникеты. Картами, да, будут проходить? Брелочками. Брелоки. Брелоки и программы. А у вас уже есть? Да. У всех есть. Система опробованной работы. Система опробованной работы. Но заниматься физкультурой ребята смогут не только в спортзале. У школы обустроили футбольный стадион и баскетбольную площадку. Главное, отмечает Михаил Игнатьев, чтобы ученики стремились к наукам. Огромные средства выделяли, выделяем. В этом году только для строительства, реконструкции, капитального ремонта общеобразовательных школ, для оснащения соответствующим оборудованием, мы выделили более чем 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Конечно, перспективы огромные, открываются дополнительные возможности. По-другому говоря, вот эти дети будут строить, которые за мной, за моей спиной. Иван, я люблю Россию, я люблю Чувашию, я люблю Цивильск. Это же здорово. Это же простые человеческие слова, которые задевают наши чувства. Россия, Чувашия и я, вместе мы одна семья. Напоминать о дне открытия школы будет Аллея Каштанов. Свою лепту в благоустройство внес и глава региона. Но прижиться деревьям пообещали помочь ученики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Уже завтра начнется новый учебный год. В Чебоксарах, в отличие от Москвы, решили не отходить от традиции и провести линейки 1 сентября. Ну а сегодня по школам прошлись чебоксарские депутаты и Ольга Пырочкина. В 37-й чебоксарской школе 1 сентября первый звонок прозвенит уже в 42-й раз. Однако по внешнему виду фойе этого не скажешь. Даже расписание в этом году будет в электронном виде. К этому учебному году школа полностью готова. Во-первых, у нас безопасность детей. Это у нас в первую очередь. У нас внутри 21 камера. Снаружи у нас 8 камер по периметру полностью. Турникеты. Прием к МЧС и других ведомств школа прошла без замечаний. Так что сейчас здесь спокойно готовятся к празднику. Кадетские мягкие победы. Кадеты всегда на теплу. Очень много. Они защищают. Их душисти нету с краем. В 37-й школе кадетские классы открываются с 2015 года. Я в эту школу пришла только в этом году. Я все это буду изучать наравне с ребятами-кадетами. Уже несколько лет здесь работает и секция по шахматам. Вот это слон, это конь, это пешка. В этом помещении когда-то был склад. Теперь собственный этнографический музей. Экспозицию собрали с нуля преподавателя с учениками. Это у нас кошель, сделан из лыка. По-современному, если назвать, это сумка. Она вот так открывается. Здесь носили продукты, хранили разные вещи. В общем, брали в дорогу. Детям очень интересно. Они смотрят, наблюдают. Мы им все разрешаем потрогать руками. Экспозицию музея сегодня пополнил подарок депутата горсобрания Сергея Лебедева. Совершенно неожиданно для него самого. У меня случайно как раз в машине лежало веретено вот это. И покуда у вас создается такой музей, вот вам от меня тоже такой подарок в пополнение. Это веретено. На него наматывается уже нитка, которую ткут из шерсти. То есть вот так. То есть это делается вот так. Раз. Вытягивается и накручивается, опять скручивается. И накручивается. Не пробовали ни разу? Самое главное, наверное, это чтобы ребенок хотел ходить в школу. Потому что нет желания учиться, его никак не заставишь. Вот в такую школу, куда мы приехали сегодня, ходить хочется. Теперь о ложке дегтя. Школа переполнена и буквально в одном шаге от второй смены. В отличие от 37-й, 56-я чебоксарская школа в шаге от смены 3-й. Она рассчитана на 825 человек, а учиться в ней в этом году будет более 1600. Сформировано 9 первых классов. Чтобы решить проблему нехватки кабинетов, в классные помещения переделали бывшие столярные мастерские. Мы два кабинета переоборудовали. Где-то порядка 360 тысяч у нас ушло на это. Столярные мастерские, в свою очередь, перенесли в бывший гараж, который в последнее время служил складом. Работы по переоборудованию здесь закончат до конца первого учебного месяца. Из того, что закончили еще летом, футбольное поле, которое не пустует сейчас ни дня. Это все искусственное покрытие. На квадратный метр вот этого покрытия сначала укладывался песок кварцевый, по-моему, 8 килограммов, а потом 5 килограммов прорезиненной крошки. Конечно, насколько школа безопасна и соответствует всем требованиям и нормативам, давно проверили специальные службы. Цель депутатского рейда – узнать, насколько детям будет комфортно. Когда есть бассейн, когда есть кружки, спортивные секции, когда у нас строятся футбольные поля, это тоже все благоприятно действует для наших детей. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. После капитального ремонта в столице Чувашии открылось отделение анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы. Что в нем изменилось, расскажет Юлия Важенина. За 56 лет работы сотрудники отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы спасли жизни более 40 тысяч человек. Низкая смертность – главный показатель эффективности работы отделения. Только за прошлый год этот показатель был в два раза ниже, чем в среднем по стране. Конечно, улучшились условия пребывания пациентов, они стали более комфортными. В наше отделение анестезиологии и реанимации поступают самые тяжелые пациенты со всей Республики. И более тысячи больных проходят лечение на реанимационных койках в этом отделении. Температура, пульс, давление, новые многофункциональные мониторы измеряют и сразу выводят на экран данные пациента. Для профилактики внутрибольничных инфекций в отделении провели автономную вентиляцию с микроклиматом. Кроме этого, приобретен метаболограф, с помощью которого мы можем определить основной обмен у тяжелых больных. С помощью этой методики определяется энергетическая потребность у крайне тяжелых больных. Отделение анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы преобразилось за два месяца. Всего на строительные работы потратили около 6 миллионов рублей. Еще более 20 миллионов ушло на новое медицинское оборудование. Юлия Важенина, Вадим Владимиров, Республика. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Рыкше. Экологическая катастрофа произошла в этом году в ночь 23 на 24 июня. В водоем были сброшены химикаты, что повлекло массовую гибель рыб. Центр лабораторного анализа и технических измерений провел исследование и установил, что вода в реке имеет химическое и микробиологическое загрязнение. Согласно исследованиям, проведенным специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике, установлено, что вода в этом водоеме имеет химическое и микробиологическое загрязнение, выразившееся в многократном превышении предельно допустимой концентрации аммония иона и нитрита иона. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившиеся, а также по устранению обстоятельств, воссовствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня 31 августа, день ветеринарного работника. Такие сотрудники есть и в исправительной колонии номер один. Там их профессиональный праздник совпал с так называемой выводкой собак. Подробности в нашем репортаже. На площадке одновременно пять собак. При этом тишина. Голос без команды служебные собаки не подают. В колонии их задача охрана и контроль всего, что проносят на территорию. Раз в месяц кинологическая служба колонии проводит так называемую выводку. Это своего рода показательное выступление или даже экзамен для четвероногих. После осмотра первое задание – полоса препятствий. В идеальной форме должны быть не только собаки. Всю дистанцию кинологи проходят вместе с ними. После полосы препятствий собаки показывают профессиональные навыки. Они должны быстро обнаружить запрещенные вещества, обезвредить преступника. И главное – вовремя остановиться, когда получат соответствующую команду. Всего в колониях и изоляторах Чувашии служит более 150 собак. Это караульные, разыскные, собаки-спасатели и собаки-щейки. Успех в обучении и тренировке собак во многом зависит от состояния их здоровья, говорят специалисты. Так что в составе кинологической службы обязательно должен быть ветеринарный врач. Я люблю с животными, я люблю общаться с животными. И они меня понимают, я их понимаю. Если, например, животный болеет. Животный болеет, заходишь, заходишь к животным, это животное сразу тебе в глаза смотрит. Средний срок службы собак – 10 лет. Потом – заслуженная пенсия. Чаще всего в качестве уже домашнего питомца у своего инструктора. Ольга Пырочкина, Егатерина Карпова, Андрей Спиридонов, Республика. Программа по устойчивому развитию сельских территорий в действии. Благодаря активному участию глав поселений, самих жителей, качество жизни на селе значительно улучшилось. Мои коллеги съездили в Урмарский район и лично увидели, какие изменения произошли за последние три года. Яркое здание ФАПа видно издалека. Здесь обслуживают более 800 жителей из трех деревень. Построили его в 2015 году по программе развития сельских территорий. Мы начали эту программу в 2014 году. Сделали все проекты, подготовили все документы и обратились в Министерство цельского хозяйства с просьбой, чтобы нам разрешили участвовать в этой программе. Министерство цельского хозяйства эту программу одобрило, нас включило, мы участвовали и выиграли. В этом году завершаем строительство автомобильной дороги. 700, ну около 800 метров строительства указа провода, строительства водопровода. А в прошлом году мы здесь построили электрособжение улицы. Кстати, строительство автодороги уже завершается. Подрядчик работал без срывов на совесть. Работаем в сиюне месяц, начали совершение работы с сентября месяца этого года. Сейчас мы построили основную дорогу полностью, 780 метра со всеми видами работ. Осталось укрепление куветов, асфальтобетонный кувет, щебеночный кувет и совсем многолетними травами. Тротуар для пешеходов есть 646 метров. Этот тротуар уже выложен, все готово у нас. Местные жители таким изменением только рады. После выхода на пенсию Николай Кириллов вместе с семьей решил вернуться в родную деревню. Три года назад начал строить большой дом. Признается, было непросто. Было чистое поле, когда тут начинали. Теперь все условия для житья, проживания есть. Газ, вода, свет, дорога вот появилась. Слава Богу, по старанию администрации поселения и нашего атамана. Раньше ездили в соседние поселения, а теперь через дорогу перешел. Я раньше по жизни не болел. На пенсии все равно это что-то выходит. Вот, через дорогу хожу и вылечили, слава Богу, недавно. Живем дальше. В ближайшие годы здесь обещали построить еще и торговый центр и сельский клуб. А на новой улице вырастут еще 30 домов. Галина Титарчук, Татьяна Роявская, Игорь Зверев, Республика. С завтрашнего дня не только начинается учебный год, но и заканчивается купальный сезон. О том, что это значит, Ольга Пырочкина. Аида Александровна с подружками на центральном пляже. Посетители постоянные. Дамы явно жалеют, что погода сегодня свернула в сторону осени. Ну, там все равно плавают. Вот идет еще одна из нашей компании. Она вот искупалась. А не холодно сейчас купаться? Отлично! Женщины приглядывают друг за другом во время купания. Мусор на пляже не бросают. Увы, так ведут себя далеко не все. В целом, купальный сезон прошел хорошо, рассказывает начальник поисково-спасательного отряда. Но без происшествий не обходится ни один год. За этот период сезон летний у нас спасено 21 человек. Из них 16 детей. И эти дети, которые оставлены без родителей, без присмотра родителей, они заходят в воду, не боятся. У них страха пока нет, они заходят в воду, захлебываются и начинают тонуть. Михаил и его однокурсники по колледжу этим летом попробовали себя в качестве спасателей первый раз. Четырехдневный инструктаж и на дежурство. Увы, теоретические навыки сразу же пришлось применять на практике. Спас двоих детей. Тонули, вытащили, оказали медицинскую помощь. Окончание купального сезона означает, что спасатели перестают дежурить, а работники компании, которая обслуживает пляжи, больше не убирают их каждый день. Впрочем, не все горожане намерены также завершить сезон, как только наступит осень. Например, сирена Салеева. У меня свой транспорт, видите, я палками хожу здесь до родника и обратно, потом купаюсь каждый день. Вот как начались теплые эти самые, я купалась. Еще в сентябрь буду купаться, если такая хорошая погода будет. Мне очень нравится. И оборудование замечательное, вот хорошие скамейки поставили. Иногда прямо на скамейках я делаю зарядку утрешнюю даже здесь. Для таких, как Селена, в теплые дни спасатели еще будут выходить на пост, пообещали нашей съемочной группе. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Хоккейный клуб Чебоксара завоевал Куба главы Чувашии. Финальный матч против Саратовского Кристалла завершился со счетом 4-3 в пользу богатырей. Подробности в репортаже Татьяна Ревонтьевой. В этой встрече чебоксарская команда была номинальным вторым номером. Саратовцы с девятью очками возглавляли турнирную таблицу после трех игр. В одной из них соперники уже встречались. Матч второго тура завершился в пользу Кристалла. Поэтому говорить о мотивации богатырей на финальную игру не приходилось. Первыми разрубить оборону соперника удалось саратовской команде. Шайба влетела в ворота на третьей минуте игры. Отыграться до конца первого периода богатыри не сумели, хотя активно притинговали соперника. Подустали, конечно, ребята. Четыре дня играли подряд. Первый период нервно как-то прошло. Соперник, конечно, очень сильный. Тренер у них хороший. Команда поменялась у них. Играет вроде бы неплохо. Во втором периоде было множество опасных моментов у обоих ворот. В середине встречи богатыри сумели сравнить счет. Но удержать счет боксары не смогли. При игре в меньшинстве пропустили вторую шайбу. А затем начались хоккейные качели. Уже через две минуты богатыри в большинстве поразили ворота соперника. Игра очень вязкая, очень тяжелая. Соперник очень хороший, обученный. По сравнению с прошлым сезоном они укрепились, чувствуется. Проявляем характер. Бьемся 0-1, 1-1, 1-2, 2-2. Думаю, в третьем периоде ребята должны все-таки отыграться за поражение досадное, которое потерпели на предварительном этапе. В первой половине заключительной 20-ти минутки богатыри снова оказались в роли догоняющих. Чебоксары проявили характер и волю к победе. За 9 минут до конца встречи счет стал 3-3. А спустя меньше двух минут богатыри вышли вперед. Чебоксарская команда не растеряла преимущества. Итог финальной встречи 4-3 в пользу богатырей. Главный трофей турнира капитану команды Дмитрию Сазонову вручил глава республики Михаил Игнатьев. В конкурентной среде побеждают самые сильные команды. Только командным духом можно победить хоккей. Я рад и горд за нашу команду Чебоксары. Надо отдать должное ребятам, потому что они сейчас под серьезной нагрузкой находятся. Мы не сбавляли оборотов, готовились. У нас была задача в меньшинстве выстоять. Ребята молодцы, ложились под шайбу. Кубок головы Чувашии. Первый трофей в копилке чебоксарских богатырей. Турнир сложился очень тяжелым. Для нас это первый домашний турнир. Все ребята волновались, переживали. Но все-таки у нас получилось в концовке выжить соперника. Ну и забить, конечно, победную шайбу. До старта первенства в ИХЛ у Чебоксар есть шанс завоевать еще один кубок. Совсем скоро в Саратове пройдет очередной турнир. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии.